Здравствуйте всем, я Оксана и жизнь как она есть. Ну вот у меня сидят готовые мои подарочки, я постараюсь завтра отправить. Кто мне отправил адрес? А у меня всего два адреса, кто мне отправил. Это вот такие гномики, они с ножками, но без ручек, потому что я посмотрела в интернете все гномики идут без ручек. Ну честно говоря, ручки даже как-то портят их, это готовые, это сидят заготовочки, они такие мягенькие получились, эти я доделаю сегодня-завтра. И самые ценные гномики, сейчас я вам покажу, это вот эти, это самые ценные гномы, ой нет, сейчас еще одного достану недоделанного. Он доделывается еще, вот он, вот его сюда посажу сейчас, вот, значит, этого гномика делал у меня Боря, этого гномика делал у меня Ваня. Этот гномик, девочка, наверное, или нет, а нет, как девочка с бородой-то, просто вот он такой гламурный, это делала Ангелина. Значит, дети заразились, и всем охота было сделать гномов. Этого гнома начала делать Вика, но еще она его не доделала, немножко и борода тут развязалась. На этот, ну, есть же порыв, мы только учимся шить, так, зашила она не в ту сторону, но ничего, поэтому, вот это самые ценные гномы, которые останутся в моей коллекции. Есть у меня где-то лежит одна рукошитая Регинина первая игрушка, Путишка, она ее так назвала, я потом как-нибудь найду, покажу ее. Вот, все остальные тоже хотят делать этих гномов, ну, так как мы вчера заняты были, эти дни, вот такая суматоха, поэтому, на выходных, наверное, они даже сами, Борька все сам это выкраивал, делал, вот такой все это сшил сам. Я просто показала, как пришить дно, ему сюда осталось только сделать колпачок, так, у Вани, ну, Ванин готов, но Викин тоже, вот она, эти ботиночки сама такие придумала, ну, вот, и Гелин, и Гелин такой, гламурный гном, вот, лет через 20, потом я им покажу, что они делали, вот. Так что жду еще три адреса, я уже написала, что можете написать мне ватсап, и номер телефона я тоже оставила там. Так что вот такой, вот такой, мы пробовали с искусственным мехом, вот такой вот серой бородой, вот. Вот, специально взяла эти покрывала, такие тепленькие, мягенькие, чтобы они были мягенькие. Дети смеются, ты что, говорит, взяла их порезать? Я говорю, да, взяла порезать. Осталось еще очень много от этих покрывал, я им еще подушки нашлю на кроватке. Так что жду адреса, завтра первых я отправлю уже. Так что жду адреса. 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 Продолжение следует...